Здесь была свалка, здесь были деревья, здесь был мусор. Сейчас мы приехали на этот участок, идет работа, опиливаются деревья, вывозится мусор. Практически здесь уже можно проглядывается участок дороги, где дети идут у нас. Один из двух маршрутов в школу номер 60. Вот таким он был прошлой осенью, когда только составляли антирейтинг школьных маршрутов. И в таком виде оставался ровно до сегодняшнего дня. Накануне нашего приезда здесь подрезали аварийные деревья, заровняли ямы. А еще раньше, кстати, провели освещение. Осталось только убрать гаражи. Активисты ОНФ говорят, власть их здесь услышала. Но это скорее исключение. У 133-й школы переход все так же ведет в никуда. Тропинка через лесополосу без фонарей. Это плохо для людей, для деток особенно, потому что дети к 8 часам идут утром, рано, здесь темно. Я сама хожу на работу к 8 часам, даже к 7, и мне приходится идти другими путями. К слову, здесь год назад неизвестный пытался напасть на девочку. Школьница вырвалась. Но кому-то может не повезти. Обращение общественников пока ни к чему не привело. Печально известная тропинка, ведущая через печально известную лесополосу. Если совсем кратко и по-простому передать то, что ответили городские власти, делать более безопасным, благоустраивать этот путь не имеет смысла, потому что совсем скоро на месте этой лесополосы появится очередной торговый центр. Ну, по крайней мере, так восприняли информацию о том, что земля предназначена для объектов розничной торговли. А вот центр города, школа номер 55. Рядом со входом на территорию школы мусорный бак. Не то чтобы опасно, но приятного мало. Как минимум, нарушение санитарных правил. Здесь была гора мусора. Сейчас ее убрали, но остался контейнер. Контейнер под мусор, который принадлежит многоквартирным домам. Они здесь, администрация центрального района обещала убрать его еще весной. Но на данный момент мы наблюдаем, что прямо возле забора школы, где бегают у нас ребятишки, находится мусорка. И намерены добиваться от властей района переноса, пока не сдержат обещания. В ходе прошлогодней акции общественники выявили шесть участков с подобными нарушениями. Полностью их не устранили ни на одном. Но активисты говорят, медленно, но изменения происходят. А еще сами барнаульцы стали чаще задумываться, насколько безопасна дорога в школу для их детей. Кстати, если вы обнаружили подобные нарушения, сообщите о них в отделении ОНФ или в нашу редакцию. Телефон 20 55 45. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.